Здравствуйте, друзья! Если вы устали от городской суеты и мечтаете о путешествии туда, где можно скрыться от постороннего шума и необходимости вечно куда-то спешить, то, пожалуй, самый правильный выбор – это полуостров Мангышлаг на западе Казахстана. Территория полуострова представляет собой обширные пустынные пространства, площадью больше полутора сотен тысяч квадратных километров, с трех сторон окруженные заливами Каспийского моря – Казахским и Мангистауским с запада, Карабагасгол с юга и заливом Мертвый Култук с севера. А на востоке равнины и холмы Мангышлага постепенно перетекают в плато Устюрт. Мы не случайно выбрали этот регион для нашего очередного путешествия. Его фантастические ландшафты не оставляют равнодушным никого, кто сюда попадает. На нашей планете не так уж много мест, где можно наблюдать подобные пейзажи. Несмотря на кажущуюся пустынность, этот край богат уникальными природными объектами и таит в себе такое количество впечатляющих памятников старины, которому могут позавидовать и более густонаселенные территории. Ну а кроме того, немного устав от лесов, болот и гор с их бесконечными препятствиями, мы давно мечтали о скоростных прохватах по бескрайним степным просторам, где было бы просто негде застревать и где уж точно не пришлось бы пользоваться лебедкой. Чтобы не дышать пылью, поднимаемой колесами наших вездеходов, мы стараемся разрывать колонну и двигаться поодиночке, порой до нескольких сотен метров друг от друга. Как не потеряться в таких условиях и не разъехаться на ближайшем перекрестке в разных направлениях? Секрет прост. Достаточно лишь периодически сбрасывать скорость и оглядываться назад, чтобы проконтролировать, следуют ли за вами остальные участники. Их издалека видно по поднимающимся в воздух клубам пыли. Однако, сильно разгоняться здесь все же не стоит. Даже на этой с первого взгляда ровной поверхности под колесами может внезапно встретиться препятствие. Камень, прошлогодняя колья или заросший травой пересохший ручей. Так что размеренный темп намного безопаснее. Ну а кроме того, в этих местах скорость имеет далеко не самое важное значение для быстрого покрытия расстояний, который еще со времен древних караванных путей измеряется не километрами, а днями, который занимает переход от одного пригодного для ночлега места до другого. Разумеется, в нынешнее время перемещаться в пространстве стало намного проще. Современный путешественник, использующий в качестве транспортного средства автомобиль или квадроцикл, может без проблем вести с собой все необходимое. От запасов воды и топлива до бивачного снаряжения. И всегда имеет возможность устроиться с комфортом, буквально там, где его застанет ночная темнота. А в старину место для стоянки обязательно должно было иметь источник воды. Немаловажным был и вопрос безопасности. В таких пунктах, как правило, строились укрепленные поселения, способные защитить путников от внезапного нападения. В двух десятках километров от поселка Шетпе, в небольшой уютной долине, прикрытой от степных ветров складками западного Каратау, расположился оазис Акмыш. Весьма непривычный выглядит среди выжженных солнцем скал и песков зеленой рощица, раскинувшаяся по берегам ручья, бегущего с горных склонов. В наши дни уровень воды в ручье совсем небольшой, и его запросто можно переехать в брод на квадроцикле. Нужно заметить, что это был единственный брод за все наше путешествие по полуострову Мангышлаг. Все остальные водотоки оказались полностью пересохшими. Интересующая нас точка находится на возвышении, которое было островом между двумя протоками в те времена, когда ручей был более полноводным. Сегодня это место выглядит как ничем не примечательный пустырь, усыпанный осколками кирпича и черепицы. В нем и правда не было бы ничего интересного, если бы не возраст этих предметов, с первого взгляда похожих на самый заурядный строительный мусор. Это наглядный пример того, как время неумолимо стирает с земной поверхности все, что было построено человеком, и по каким-то причинам им заброшено. Трудно представить, но в этом самом месте, на площади больше 50 гектар, в средние века располагался укрепленный город, центр ремесла и торговли. Стены средневековых построек можно разглядеть здесь и сегодня. Главная из них – крепость почти квадратной формы. Длина каждой из четырех стен больше 100 метров, а высота даже в том виде, в котором они сохранились, больше трех метров. Они выполнены по принципу так называемой панцерной кладки. Из крупных каменных блоков возводились две параллельные стенки, а пространство между ними заполнялось раствором и щебнем. Помимо природного камня при строительстве применялись красный кирпич и красная глиняная черепица. Возможно, именно из-за цвета этих материалов город часто называют «Кызыл-Кала», то есть «красная крепость». Вокруг основного сооружения – остатки фундаментов и едва заметные очертания построек из сырцового кирпича, общее число которых переваливает за две сотни, что позволяет судить о том, что во времена своего расцвета это был довольно крупный населенный пункт. По данным археологов, он был основан в X веке, а возможно даже еще раньше, до разгрома Хазарского Каганата. Именно в этом месте город появился не случайно. Здесь проходил важный торговый путь, соединявший Хорезм, нынешний Узбекистан и Поволжье. А если учесть, что уровень воды в Каспийском море в тот период был существенно выше, и береговая линия располагалась гораздо ближе, можно предположить, что география торговых связей «Кызыл-Кала» могла быть попросту безграничной. В XIII веке, после разгрома Чингисханом Хорезмского государства, торговое сообщение прекратилось, и город пришел в упадок. И только эти опустевшие руины напоминают о том, что когда-то он был важным связующим звеном на пути между Азией и Европой. Побывать вблизи Каспийского побережья и не выехать к морю было бы по меньшей мере странно. К тому же, вдоволь накатавшись и набегавшись по жарким и сухим степям и холмам, мы просто мечтали искупаться. Немного изменив первоначальный маршрут, мы направились к заливу Сырый Таш и выехали к берегу в районе заброшенного порта. На несколько сотен метров уходит в море сложенный из крупных скальных обломков пирс, заканчивающийся механизированной аппарелью для погрузки и разгрузки судов. Этот порт был построен в 60-х годах 20 века для транспортировки нефти и стройматериалов. Однако обмелевшее море больше не позволяет принимать суда с большой осадкой, поэтому порт перестал действовать и превратился в самый настоящий заповедник гербета фауны. Огромное количество змей всевозможных размеров и расцветок расположились на нагретых солнцем камнях и чувствуют себя здесь в полной безопасности. Если не очень громко топать, прогуливаясь вдоль пирса, можно подобраться очень близко и рассмотреть представители многих видов, обитающих в этих краях. Среди них песчаные удавчики, гадюки, каспийские полозы. Но больше всего здесь встречается водяных ужей, отдельные экземпляры которых достигают 2,5 метров в длину. Они прекрасно плавают и ныряют. И в отличие от ужа обыкновенного, не имеют характерных оранжево-желтых пятен на голове. Поэтому при беглом взгляде водяного ужа можно легко спутать с гадюкой. И хотя большинство обитателей порта Сарыташ не агрессивны и не ядовиты, купаться нам почему-то совершенно расходилось. Всего в 4 километрах от побережья Мангустаусского залива Каспийского моря и в трех десятках километров от села Таушик, на краю глубокого каньона, пробитого древней рекой в горном хребте, сложенном из ракушечника, находится весьма примечательный оазис. Неизменный атрибут практически каждого Мангошлакского оазиса – это верблюды. Мы застали этих грациозных животных в период их весенней линьки, поэтому выглядели они не очень фотогенично, обвисшие клочьями и пыльными дредами старой шерсти. Похоже, они сами стеснялись своего внешнего вида и старались скрыться, как только замечали, что мы распаковываем наши камеры и собираемся снимать. Это место на карте Мангошлака известно еще со времен средневековых караванных путей, благодаря колодцу с необыкновенно чистой водой, которая, по утверждениям аборигенов, является не просто пригодной для питья, но еще и обладает волшебной целительной силой. И хотя в странах с жарким климатом мы предпочитаем использовать воду, купленную в магазинах и упакованную в пластиковые бутылки, в многодневных путешествиях иногда все же приходится делать исключения и пользоваться водой из природных источников, разумеется, только после ее кипячения. Но в данном случае мы пошли на довольно рискованный эксперимент, отхлебнув по очереди из кружки. Вода действительно оказалась удивительно чистой, холодной и очень вкусной. Но самое интересное здесь – подземный культовый комплекс. Его принято называть мечетью, однако увиденное нами совершенно не вяжется с представлениями о том, как выглядит традиционный мусульманский храм. На поверхности видны несколько выпиленных из ракушечниковых плит круглых пирамидок, похожих на пулеметные доты. В середине XX века эта подземная мечеть была заброшена и засыпана, и восстановили ее сравнительно недавно, установив такие оригинальные купола над колодцами, служащими для освещения и вентиляции. Точная дата ее постройки неизвестна, можно определить лишь период с IX по XII век. А основателем считается султан Эпе, почитаемый как святой, защитник мореплавателей и путешественников. Попасть внутрь можно по узкой каменной лесенке, круто уходящей вниз на несколько метров. Первое, что попадается на глаза, плиты с надписями, содержащими выдержки из Корана. Под землей несколько помещений неправильной формы, выглядящих как природная карстовая пещера с минимальными доработками. Через проделанные в потолке люки сюда проникает совсем немного уличного света, который приобретает своеобразный оттенок, отражаясь от розового ракушечника. Своды подземелья поддерживают колонны, сделанные из уложенных стопками круглых дисков, вырезанных из тех же ракушечниковых плит. Свободного пространства здесь совсем немного. Стоять во весь рост можно только в первом, самом большом зале, а дальше приходится передвигаться, пригнувшись или вообще встав на четвереньки. Кстати, подземный храм Султан-Эпе далеко не единственный в этих местах. Со средних веков до наших дней сохранилось множество подобных ему объектов, предназначенных для уединенных духовных практик, молитв и медитаций. Субтитры создавал DimaTorzok